То есть точная дата немецкого наступления неизвестна. Ложная тревога звучала несколько раз. В середине мая Ватутин в очередной раз ставит вопрос об упреждающем наступлении. Сталина это предложение интересует, так как он сомневается в надежности обороны под Курском. Но отдать приказ о наступлении верховный главнокомандующий не торопится. Закончился июнь. Немцы стоят на месте. Напряжение в наших войсках достигает высшего предела. Ватутин настаивает на своем предложении. Сталин приказывает ему готовить план наступления Воронежского фронта. А тем временем Гитлер признается своему генералитету, что при мысли о летнем наступлении у него ноет в животе. Классический цукцванг. И в Москве, и в Берлине понимают. Кто начнет первым, тот может проиграть. Важно понять вот что. План немцев можно образно представить, как наступление в условиях надвигающейся лавины. Был страх перед мощной Красной армией. Задача заключалась в том, чтобы до начала движения этой лавины, до того, как она приобретет мощь и размах, провести упреждающую наступательную операцию на этой самой Курской дуге. В целях такого ослабления Красной армии, которое не позволило бы ей осуществить полноценное летнее наступление. В конце мая под Воронежем сбит немецкий разведывательный самолет. На допросе летчик говорит, что немецкое наступление начнется в первых числах июля. Ватутин снимает свое предложение о наступлении. Вечером 4 июля немецкие саперы приступают к разминированию минных полей на ничьей земле. В этот же вечер в немецких частях зачитывают приказ Гитлера. Солдаты, с нынешнего дня вы начинаете большое наступление, исход которого может иметь решающее значение для войны. Ваша победа должна еще больше, чем раньше, укрепить во всем мире уверенность в том, что оказывать какое бы то ни было сопротивление немецкой армии в конечном итоге бесполезно. Колоссальный удар, который завтра утром поразит советские армии, должен их потрясти до основания. Вы должны знать, что от успеха этого сражения может зависеть все. О том, что зачитан приказ, что розданы сухие пайки и порции шнапса, а наступление начнется в 3 часа ночи, советское командование узнает от захваченного в плене фрейтера Форхмеллера, сапера 168-й пехотной дивизии вермахта. В начале третьего ночи Воронежский и Центральный фронты силами авиации и артиллерии наносят по изготовившимся к атаке немцам упредительный удар. В советских шеститомной и двенадцатитомной официальных историях Великой Отечественной войны утверждается, что удар был весьма эффективен. Откуда этот ефрейтер мог знать, когда точно вермахт начнет наступление? Это же сверхсекретная информация. И таким образом, это мощная артподготовка. Этот превентивный удар пришлись в никуда. Удар был нанесен по позициям, которые только через полтора часа после этого были заняты наступающими войсками немцев. Из книги Георгия Жукова «Воспоминания и размышления». Нам пришлось вести огонь в ряде случаев не по конкретным целям, а по площадям. Это дало возможность противнику избежать массовых жертв. Я пришел к выводу, что как Центральный, так и Воронежский фронт начали контрподготовку слишком рано. Немецкие солдаты еще спали в окопах, блиндажах, оврагах, а танковые части были укрыты в выжидательных районах. Лучше было бы контрподготовку начать примерно на 30-40 минут позже. Да, артобстрел был, но он не нанес никакого ущерба. Стреляли через нас, мы как раз стояли в исходном районе. Командовавший Центральным фронтом Константин Рокоссовский в своих мемуарах, напротив, высоко оценивает результаты упреждающего удара. Противник понес большие потери, особенно в артиллерии. Нарушилась его система управления войсками. Немецко-фашистские части были застегнуты врасплох. Врагу потребовалось около двух часов, чтобы перевести в порядок свои войска. Только в 4 часа 30 минут он смог начать артиллерийскую подготовку. Началась она ослабленными силами и неорганизованной. Кононада была такая, что земля дрожала. Продолжавшаяся где-то не менее часа. Мы с Савченко из всех 12 этих пушек начали стрелять по разведанным, так сказать, указанным нам целям. Любопытно, что ни Манштейн, ни Гудериан о советской контрподготовке в своих мемуарах вообще не вспоминают. По нашим данным успех был полный. Рапорты ушли наверх, что все получилось отлично. Это вошло в фильм «Озеро», где там показана горящая техника. Манштейн приезжает, кругом разбитые танки, панули солдаты. Но на самом деле это обычное для войны преувеличение. Советские войска расстреляли до трех четверти боезапаса в ходе этой артподготовки. И эти же снаряды гораздо эффективнее было бы расстрелять по наступавшим немецким войскам, когда они были на открытой местности. Очевидно, потери бы у немцев были больше. В то время как наша артиллерия бьет через линию фронта, по немецким аэродромам наносится бомбовый удар. На рассвете 5 июля германские радиолокаторы «Фраер» предупредили о приближении огромного количества самолетов. В воздух были подняты германские истребители, которые атаковали советские бомбардировщики, летящие почти без прикрытия. Как вспоминали Джуков, значительно удачнее действовала советская штурмовая авиация, наносившая удары по танковым колоннам противника в ходе самого сражения. Налет бомбардировщиков, по донесениям немецких летчиков, обернулся большими потерями советской стороны. Впрочем, достоверность военных донесений о результатах боевых операций всегда вызывает сомнение. Сколько воюет человечество, столько противоборствующие силы преуменьшают свои и завышают потери противника. Это с полным основанием относится как к оценкам потерь на советско-германском фронте, так и на других полях сражений Второй мировой войны. Грохот канонады сменился звенящей тишиной. И пока она длилась, нашему командованию пришлось поволноваться. В разговоре с одним из своих подчиненных Ватутин заметил, если немцы не начнут наступление, то мы влипли в историю. Затем наступила тишина. Ни наши не стреляют, артподготовка закончится, ни противник. И мы ждали, пойдет после этой артподготовки противник наступление или не пойдет. Мы ждали, как решат немцы, а немцы, очевидно, ожидали, что после такой активной артподготовки наши войска перейдут в наступление. Мы не ожидали ничего хорошего, потому что уже знали русских как мужественных и упорных солдат, которых очень трудно обратить в бегство. И у нас были все основания полагать, что так будет и здесь. Примерно то же самое нам говорили и наши командиры. Одни изготовились наступать, другие, вгрызшись в землю, оборонятся, выстоять и в конечном счете победить.